Рисунки учащихся начальных классов. Они отражают мечты самых юных жителей села о будущем их малой родины. Почти на каждом рисунке комплекс образовательных учреждений. Школа, детский сад, фок, открытые спортивные площадки, а также крупные торговые центры, зоопарк. Кто-то мечтает о канатной дороге через местную речку Семьянку, кто-то о скоростном поезде, видимо, чтобы в школу из соседних сел быстрее добираться. На многих рисунках многоэтажные здания, то есть дети все же видят село в будущем максимально приближенном городу по социальным условиям. А вот у старших школьников взгляды на будущее села гораздо многограннее. От фантастических... Утро. Лечу я на своем плане ромобиле. Да вполне реалистичных. Землю будут обрабатывать современные машины. А рядом с жилхноводческими фермами будет построен мини-завод по первой работе молока. Его пост даст новые рабочие места, и на селе будет оставаться больше молодежи. Я тоже хочу жить в своем селе и работать инженером, обслуживать и ремонтировать современную технику. Но почему бы и не помечтать, считает Евгения Намесникова. Ведь когда-то и космические корабли, и мгновенные передачи информации на расстояние были из раздела фантастики. Да те же мобильные телефоны или видеосвязь каких-то 30-40 лет назад описывались лишь в фантастических книжках. А сегодня это доступно любому школьнику. Ну так почему бы не помечтать? Я закрываю глаза и пытаюсь представить, какой будет моя школа в будущем. Я припарковываю свой планер на стоянке и захожу в здание. Дверь на фотоэлементах бесшумно открывается передо мной. Вокруг сныют роботоуборщики. По коридору и столовой доносится запах свежей выпечки. Помещение школы светлое и просторное. Уютные классы, оснащенные компьютерами по последнему слову техники. Дети изучают 4 иностранных языка, но это совсем не сложно. Новейшие технологии усмешанно этому способствуют. Еще в школе есть бассейн, два спортзала и стадион, покрытый защитным полем, чтобы можно было заниматься даже в непогоду. Для тех, кто увлекается биологией, химией и физикой, имеются прекрасные лаборатории со всем необходимым оборудованием. Кто увлекается литературой и историей, прекрасные театральные залы. На последнем этаже школа есть обсерватория для тех, кто увлекается астрономией. Но самое интересное начинается после уроков. В концертном зале на 500 посадочных мест каждый день проходят разнообразные мероприятия. Ученики занимаются в хореографической, художественной и музыкальной студиях, а по выходным летают на экскурсии в разные рестораны. Но большинство конкурсных работ все же привязаны к реальности, и в них даются конкретные направления развития села. Вот, например, пятиклассница Таня Акимова, занявшая на конкурсе второе место, видит развитие села в сохранении богатства природы. Леса, водоемы, поля – именно они должны дать новый толчок в развитии семьян. У ученика восьмого класса Даниила Петрова предложения по развитию родного села еще более конкретные. Мне кажется, чтобы наше село было совсем идеальным, нужно проложить дороги на всех дорогах асфальт. Для любителей покататься на коньках можно построить ледовую арену. А если в одном из лесов окружающих села построить санаторий, то это даст и дополнительные рабочие места для наших жителей, и дополнительные средства в казну нашего поселения. Можно открыть предприятие по переработке мяса и молока, которое в доставке производит наше сельхозпредприятие. А работу десятиклассницы Анастасии Чехутовой, ставшей победительницей конкурса, вообще можно принять за бизнес-план развития села. Все ее предложения вполне реалистичны и реализуемы даже в нынешних условиях. Ясное дело, что молодые люди не будут жить в селе, где нет работы. Поэтому я считаю, что в селе должны создаваться различные предприятия, на которых имеются в рабочие места с достойной заработной платой. Например, в селе Семьяна существует ферма, где ежедневно производится большое количество молока. Молоко отводится для переработки на предприятиях других областей, где есть перерабатывающие заводы. Но если построить подобный завод с Семьяном, то прибыль с него бы шла уже в бюджет села. Для работы молокозавода необходимы рабочие руки, а именно инженеры, технологи, лаборанты, грузчики. Молодежь нашего села могла бы спокойно занять эту нишу. В Семьянах имеется большая посевная площадь, с которой собираются хорошие урожаи зерна. На местной мели сучасть зерна перерабатывается муком. Следующим шагом к тому, чтобы на селе были рабочие места, это постройка хлебопеказа. Хлебом село сможет обеспечить как себя, так и уже соседние села. Тем самым хорошая прибыль будет поступать в бюджет. Многие регионы славятся древними постройками, но такой вид деятельности, как туризм, можно развивать не только на этом. В настоящее время стал актуален так называемый сельскохозяйственный туризм. Люди приезжают в село, чтобы хотя бы денек провести в деревенских условиях. Они даже согласны покормить свиней или покопать картошку. Можно попробовать управлять сельскохозяйственной техникой, которая имеется в нашем семьянском хозяйстве. Для реализации людей требуется группа человека или группа лиц, которая могла бы заняться данным делом и заинтересовать людей уже из других регионов. Также Настя выдвинула ряд предложений по повышению качества образования на селе, как среднего, так и высшего. В районе имеется филиал института, но возникает вопрос о количестве предоставляемых специализаций по различным факультетам. Мы предлагаем открыть факультеты уже по другим направлениям, а также обеспечить институт своим личным автобусом, который бы смог отвозить студентов после окончания занятий до места жительства, так как торопясь на рейсовый автобус, студентам приходится пропускать последние пары занятий и в связи с чем ухудшается качество знаний. Для того, чтобы студенты института шли много со временем, необходимо модернизировать и школу, первоначальный этап образования человека. Мы предлагаем укомплектовать классы современной техникой, такой как интерактивные доски, персональный ноутбук для учащихся с возможностью выхода в интернет с каждого рабочего места ученика. Для девочек оборудуют специальный класс для занятий технологии, где бы имелись швейные машинки, кухонные уголок, соответствующие бытовой техникой. А для мальчиков на уроках технологии вести изучение автомобиля с возможностью получения водительских прав как для юношей, так и для девушек. 11 класс семьянской школы представил коллективную работу. Это социологический опрос среди жителей села по самым актуальным проблемам. Первый вопрос, который мы рассмотрели, звучал так. В чем вы видите улучшение качества жизни? Все категории опрошенных считают, что в селе необходим новый фельдшерско-акушерский пункт. Но молодежь не отрицает значимость оборудованного тренажерного зала и спортивной площадки. Опросив местных жителей и сделав анализ по разным возрастным категориям, учащиеся, по сути, передали местной администрации обращение односельчан по самым насущным проблемам. Большинство проблем села считают, что у нас нужно ремонтировать дороги, ремонт дорог, водопровод, конечно же, и чтобы был новый фельдшерско-акушерский пункт и побольше новых специалистов. Ну а что же дети хотят для себя? Да тоже вещи вполне материальные. Благоустроенный пляж, место отдыха, свободный выход в интернет. Все это местная администрация планирует реализовать в парке культуры и отдыха, который в ближайшее время появится в семьянах. Проект парка уже готов и, пользуясь случаем, его тоже обсудили во время проведения конкурса. Идея парка появилась изначально для того, чтобы люди могли прогуляться просто с детскими колясками или что-то. То есть вот небольшая такая идея. А потом уже постепенно она возросла, что именно трудовые воинские славы и плюс, чтобы можно было вот так отдохнуть. Скамейки, детские площадки. Это что-то невероятное, то, что я услышал. Ну, давайте вот сейчас посмотрим на этот парк с точки зрения того, а как там уже прям сразу в этом парке реализовывать то, чего дети придумали. Этот парк должен стать такой школой, таким вот местом, где идеи детей сразу будут материализоваться. Они сами должны это будущее делать в этом самом парке, насыщая его постоянно теми самыми идеями, которые вот мы сегодня... Журналист ННТВ Юрий Немцов – участник множества экспедиций, открытий. В его багаже закладка не только парков, памятных мест, но и лесов. Его коллега Нина Прибудковская также организатор большого количества всероссийских фестивалей. Их мнения, их советы для села бесценны. И само их присутствие здесь говорит о том, что развитие села Семьяны идет в правильном направлении. Если вы будете ждать милости, все равно... Ну, с властью надо, конечно, сотрудничать. Но если вы не будете, из вас не будет благодатной агонии сходить изнутри, если вы сами не захотите, если вы вот сейчас вот сидите с достаточно, ну, инерфными лицами, типа, ну будет, ну не будет, вам нужен парк. Вам нужен парк не только, когда что там гуляли, это очень хорошо, встречались. Это как бы символ, это символ вашей жизни, дальнейшей жизни. Поэтому давайте больше энергичности и на лицах, и в душе. И понимайте, что на вас лежит ответственность. Поэтому давайте, здесь будет город-сад. Здесь должен быть парк. Поэтому прилагайте все усилия. Но уже конкретно какие усилия вы сами, наверное, будете понимать. Парк будет располагаться вот на этой территории. Еще год назад это был заросший пустырь. Местный овраг превратили в свалку. Сюда бросали мусор. Сегодня территория расчищена. Уже готов проект строительства, который будет корректироваться в зависимости от предложений местных жителей. И в частности детей. Поскольку именно для них этот парк и строится. Ждем от всех идей каких-то, которые нам воплощать. Может быть, отправной точкой стало то, что все-таки появился у нас клуб. Вот появился клуб, дом культуры рядышком. То есть все как бы рядышком. И нам предстоит все это усуществить. Работ у нас много впереди. Но я думаю, мы справимся с ней. Только всем миром. Молодежь теперь у нас будет, Анатольевна, как... Один коллектив. Да, заводил и будут Анатольевна. Они нас будут подталкивать, заставлять, напоминать. У нас там текучка, но мы должны не забывать об этом. Все финалисты конкурса получили награды. От телекомпании ННТВ, от местного сельхозпредприятия, дипломы от районной администрации. Также к проведению этого конкурса охотно подключились наши коллеги. Газеты «Земля Нижегородская» и «Понедельник», которые также приехали в Семьяны с призами и с подарками. Кроме того, что он пускает газету, мы делаем еще много книг, издаем. И вот здесь я передаю школу очень хорошие, ну, такие редкие, что ли, книги. Это книга «Рубеж обороны», материалы кривейческие, исторические, собранные нашими журналистами. Это было издано несколько лет назад. Ну, тут еще кое-что, что пригодится обязательно в работе. У меня все подарки, вот они, вот эти вот книжки, все они не для школьников, они для более старшего возраста. Разберутся в библиотеках, это книги нашего издательского дома. В общем, посмотрите, там много-много-много экземпляров, и в сусе много разных книг, и некоторые книги, которые все, по-моему, по 3-4-5 экземпляров разберутся. В общем, конкурсом остались довольно все.